всем привет с вами юра про гиг медиа и сегодня понедельник а значит вас ждет очередной выпуск новостей от нашего канала напомню что все наши новости выходят при поддержке группы вконтакте барахолка настольных игр где вы можете продать те игры которые уже заиграли или найти те которые хотели приобрести но не можете найти в магазинах от 28 апреля это уже это воскресенье мы в москве проведем мероприятие по празднованию дня рождения блога гиг медиа на котором будет куча гостей и интересных игр приходите поиграем кстати из таких новостей еще компания gamebox advanced которая делает и гранайзеры из мдф и органайзеры для настольных игр набирает группу учеников которые смогут научиться всем премудростям этого дела от работы с программным обеспечением до лазерной резки и формовки по хорошей традиции начнем с новостей кикстартера витал лассерда представила свою новую игру на кикстартере и этот автор известен тем что сразу несколько его игр входят в топ рейтинга сайта board game geek а сам он делает очень сложные и комплексные евро игра он марс отправит вас в 2037 год и поставит во главе одной из корпораций пытающихся колонизировать марс знакомая штука но это не клон покорение марса а отдельная игра в этой евро стратегии вы будете чередовать две фазы первое это фаза подготовки развитых технологий а второе фаза колонизации постройки автор обещает что в игре будет очень интересная развитая система зависимости зданий друг от друга то есть например всем здание нужен кислород часть да не будет его производить всем здание нужно электричество часть да не буду производить при этом они будут взаимозависимы то есть зданию которому нужен кислород нужно электричество здание которое производит электричество нужен кислород я очень оценил сам подход к кикстартеру потому что из кикстартерных Эксклюзив всего лишь специальное игровое поле, а все остальные дополнительные цели будут открывать улучшение компонентов для самой игры. Продолжая марсианскую тематику, на Kickstarter вышло новое дополнение к игре «Покорение Марсу», которая называется в английском языке Terraforming Mars. Дополнение называется Turmoil, и не спешайте покидать деньги в монитор, потому что лавка игр уже сказала, что сделает его на русском языке, и называться оно будет «Кризис». Кроме пачки карт, которые разнообразят игровой процесс, у вас также появится новый планшет с комитетом по колонизации Марса и его делегатами. Также на Kickstarter идет сбор средств на дополнение к игре «Анахронность», и оно представит вам, кроме новых механик, новой игровой фракции и дополнительного игрового поля, вернее, части поля в дополнение к тому, которое уже было. А также добавить новые механики в игру, и на данный момент пока CrowdGames не подтвердили, что будут делать его на русском, но думают об этом. Мне кажется, что тематика мрачных сказок никогда не покинет умы разработчиков настольных игр. И игра Grim Tales of the Wood тому очередное подтверждение. Авторы обещают увлекательный, интересный, разнообразный игровой процесс на карточном движке с минимумом текста. Правда, все карточки в игре черно-белые, и выглядят они очень привлекательно, но тем не менее авторы говорят о том, что каждый сценарий будет уникален и даст отдельный игровой опыт. Помните, на прошлой неделе я говорил, что в этом году нас ждет очень много игр по миру тьмы, в том числе по линейке Vampire the Mascure Raid. И именно настольных, а не ролевых игр. Так вот, первая ласточка уже полетела на Kickstarter, и там можно поддержать игру Vampire the Heritage. Я пообщался с ее авторами и издателями, и сейчас будет интервью, не забудьте включить субтитры, потому что они на русском языке. А если вам эта игра неинтересна и неинтересно общение с авторами и издателями, смело пролистайте пять минут вперед. Итак, смотрим. Меня зовут Симон, из Найск Game Publishing. Это Бабис, автор «Херитаж», и «Херитаж» – это игр, который мы хотим показать вам сегодня. «Херитаж» – это «Вампир the Masquerade» игр, в котором вы играете с мощным вампиром, с теми и до конца, до конца и до конца, до конца и до конца. Это игр, но это очень быстрый игрок, и имеет много уникальных механизмов и тематических вещей, которые действительно помогают вам в «Херитаж» в «Херитаж». Наверное, это будет пятьдесят игр для кампании, но вы также сможете играть в «Херитаж» кастом, и улучшить игру в «Херитаж» и «Херитаж» и «Херитаж». Это игрок, даже без «Херитаж» и «Херитаж» и «Херитаж». Все изменится, в зависимости от «вампирской истории» или «херитаж». Так что есть, как будто бы, как бы, у него есть нормальная цена. Но вы можете, что есть три важные элементы, которые будут использовать в «Херитаж»-магазии. The first is, as you are building your bloodline and encountering these cards, you can turn some of them into vampires permanently. So here's one that I finished. You can see that she has got a name. You don't need to do that, but you can. And she has a clan symbol, in this case the Tremere, which indicates whose clan she belongs to. And as we progress during the game, she can also get further upgrades down here to give her special abilities and so on and so on. Then there's two other elements of Legacy, one of which I mentioned, which is the Battlegrounds. The game boards, they change. In the beginning, we live in feudal era Europe in the medieval times. So the vampires, they deal with vampiric power struggles between the princes. They deal with high and low clans, like the humans do, basically the kings versus the peasants. And they always have to deal with their beasts. And so, as we move through the game, the challenges will also vary. Because in the beginning, it's very simple. It's just move up or down here and so on. But for example, the Inquisition, or later on, the Masquerade, they will introduce different elements. So the Masquerade will be something that players need to cooperate on. And the Inquisition will be something that will hit all the players half, depending on their actions. And finally, there is the last issue, which is the human history. This is mostly about vampire history, what happened in the vampire world. But there is also human history with mission cards. So if you want to take a look at these missions. This is all prototype content, of course, but what you can see is on top of the mission cards, there is a historic year. And then there is a small description of the mission that you can take. These missions are very simple. The only thing they check for is what kind of characters you played. But they have a very clear human history event that they are based on. And what you will be able to do in the game is you will be able to collect chains of missions and unlock things. So this is the final part. We will have some unlockable things in the game, mostly through the mission chains. For example, there is a mission here about the Knights Templar. And let's say I finish the Knights. So the first thing, I think, is to convince the King of France to destroy them, basically. Which we don't need to do much. We only need a few shady people and a bit of coin. And then we can fulfill this mission. And so let's assume I finish this. Then I will be able to open an envelope or get a card pack. That gives me, for example, a vampire connected with that event or a clan leader connected with that event. For the people knowledgeable about vampire law, there is a vampire who is supposed to have something to do with that. And you also have a lot of narrative here. Yes. So the missions are narratively connected. And there is, of course, also a narrative to the whole progression throughout the game. How many clans do we have here? We have 7 clans. 7 basic clans of Vampire 5th Edition. Camarilla only? They are only Camarilla for now. The Space Station Now we are going to turn on our own. The Space Station is a mission to the Space Station. It is called Zaya Legends of the Drifting System. It is called Xia Legends of the Drifting System. It is a very diverse cosmic strategy, which gives you a huge spectrum of opportunities and actions. You can become a pirate if you want. You can become a pirate if you want. Or, for example, as a leader of Cosmos. You can also combine all three of these skills. Then, how will you earn побед? And how will it be for you? It will be for you and your friends, who are playing in it. Let's play on this game. You can also see it on the channel. Oh My Games. In the past week, I already talked about Hellboy. If you want to know more about this game, you can see the next week's episode or go to the site Crowdgames, where there is a request for this game. The request for the new game of the Sagrada game is moving on 1 May, and then you will be able to support it. Now, a little insider information. It is confirmed, but I cannot call it. Hobbit World this year will release the game Nemesis, which many are waiting for. In this game, you will need to investigate the косmic корабl and save it from the planet. I will not say the other one, because, in fact, this game is completely in the film of the movie. If it was a license, it would be called Aliens. But, in this game, you will practically find out in the film of the movie. It is a game. 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 I do not understand the hype about this game. And I do not love a foreign editor, which is the way to the universe for the fact that it is, in principle, to their product and clients. But, in the meantime, it is a game. If you want, it is a game. As you can see, As you can see, the news from our today is not much. But, maybe, it is something that will be interesting to us on the birthday. So, we will see you on the next one. Now, the best game of the best game of the past week. In the past week, we played a huge number of new games. And of them more than two. But, since I will do a special review for you, the game of the past week, in this episode will be played in the game. I don't like the game, that I have a game that I have a good idea that all should be good at the mechanic to the new game. But, even though, even the Euro games may be very beautiful. You can see, for example, on Fiot or Raji Ganga. It's a great Euro with a very nice good idea. But, even though, the Euro games the game of the game is very good. That's why it doesn't help me be a great game. There are two amazing mechanics and now I will tell you about them. First of all, there is a great mechanic with a couple of things. There is a special part of the game on which are specials. Each one is two types of which you will put in the beginning of the party. When you put your disc you will perform these two types. And if someone you will perform these two types you will perform these two types. So, you will be able to make your disc so that other players put on them your disc and you will get additional these types. You will be able to make resources, make корабly, make caravans, make them and make them So, you will need to think about your opponents and you will be able to use the opportunity to make what you need. On the other hand you will be able to make sure that you are constantly you will be able to the goals of the game. You will be able to get the points right in the middle of the party. You will be able to control of the territory or the resources or the building. There is a special timer and he will close all these so-called quests and you will you will have to think about the global strategy and planning to implement your goals and you will be able to to the goal of the gold and you will think to 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 the in the city and the and you will get to the game and you will get to the to the and to the 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 of party through it it that the the hi спасибо что посмотрели этот ролик подписывайтесь на канал ставьте лайки оставляйте свои комментарии а с вами был юра проект медиа пока а